Кирове 13.06, да, это программа «Особое мнение», Яна Лупшина, приветствую слушателей, говорю здравствуйте гостю нашей студии, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информа» Азизу Агаеву, Азиз Алиевич, добрый день. Здравствуйте. Напоминаю слушателям, что в нашей беседе можете принять участие и вы, посредством анонса на нашем сайте хакирова.ру можно задавать вопросы гостю. Если они поступят, мы следим, да, и будем их там оперативно обсуждать. Вот, и там же на нашем сайте можно будет послушать запись программы, аудио и видеозапись нашей беседы с Азизом Агаевым. Я бы хотела программу начать с такого мостика, да, от нашего дневного разворота «Особое мнение». В первом часе мы обсуждали проблемную ситуацию в детском садике номер 41 с увольнением заведующей связанной истории. Пока, как мы понимаем, еще окончательно решение не принято, надеюсь, что не принято, о том, что ее именно уволят, они будут к ней применены какие-то меры. Речь идет о том, что женщина приняла вне путевок там, да, и каких-то вот, ну, законных, может быть, способов в детский сад на свободные места, вакантные места детей сотрудников. Потому что вот так она решала кадровую проблему. Наши гости сказали, медработника не было год в детском саду. Вот нашелся медицинский работник, у нее ребенок, куда-то ей надо этого ребенка деть, вот его взяли в садик, без путевки. Ну, точнее, путевка была, но в другой детский сад, в другом районе. И, как выяснилось, как выясняется сейчас, для всех, для нас это стало новостью, оказывается, та льгота, которая была для сотрудников, работников, там, дошкольных, образовательных организаций, она сейчас не работает. И получается, у нас 52 вакансии в детских садах, никто не идет, мы все примерно представляем себе уровень зарплат и уровень ответственности. Невозможно устроить ребенка своего на каких-то льготных, там, я не знаю, или преимущественных условиях. Город столкнулся с проблемой и не знает, как ее решать. Юридические механизмы, Азиз Ильич, какие-то есть. Это обязательно проводить через федеральные центры, условно, там, через Государственную Думу, вносить работников детских садов в список льготников, или все-таки можно как-то на местном уровне это все решить? Я думаю, что можно на местном уровне, можно через Городскую Думу эти вопросы решить. А по шапке потом город не получит от прокуратуры, что это не соответствует федеральному законодательству? Вот, чтобы не получить от прокуратуры, нужно правильно использовать закон. А вообще, ситуация, о которой вы говорите, можно тысячу раз говорить, что нет жизни и справедливости, она несправедлива. Потому что, с моей точки зрения, наличие льгот у кого бы то ни было, у правоохранителя или еще у кого-то, на местах, в детских садах, это несправедливо. Это несправедливо. Люди это оправдывают тем, что у них сложная работа, что они там по выходным и по вечерам, и так далее, и так далее. Значит, есть заработная плата, а с другой стороны, причем здесь дети? То есть, значит, получается... Кому-то повезло родиться в семье судьи, а кому-то не повезло родиться в другой семье. Ну, это несправедливо по отношению к детям. Я считаю, что если мы всех детей считаем своими и равными, хотя бы детей давайте будем считать равными, то должна быть определенная сумма денег в бюджете, отпущенная всем одинаково. Давайте посчитаем, пусть прокуратура потом проверит, потому что их дети тоже будут на эту сумму там содержаться. И каждой семье, в которой есть дети дошкольного возраста, эти деньги должны быть прикреплены к каждой семье. И есть в бюджетных детских садах, в городских местах? Пожалуйста. Нет. Эти деньги переводятся в частные детские сады. Нет в местах частных детских садах, хотя я сомневаюсь, потому что как только будет такая система, то появится достаточное количество... Только появятся люди, способные платить, тут же появятся люди предлагающие услуги. Да, сразу появится предложение. Но даже если и нет, пусть эти деньги получает мама или бабушка, которая будет... Кажется, небольшой компенсации за то, что этим родителям, этим мамам не приходится работать, чтобы зарабатывать эти же деньги, которые потом отдавать, так сказать, на содержание этого же ребенка, например, в детских садах. Но у нас компенсация для детей, которые старше трех лет не ходят в детский сад, она и так есть, она, правда, не очень значительная, конечно. Вот. Но вы предлагаете льготы убрать. Эту сумму, я считаю, льготы все нужно убирать однозначно. А эту сумму, о которой мы говорим, вот, содержание детских садов ведь стоит определенных денег, мы же знаем, примерно, сколько это стоит. Стоит примерно 18-20 тысяч. В месяц. В месяц. И вот эти суммы нужно закреплять за конкретным ребенком старше трех лет, если мы считаем, что дети должны старше трех лет ходить в детские сады. А если мы уже всем, в том числе льготникам, даем детские сады, начиная там с двух лет, значит, за всеми закрепить это право на эту сумму с двух лет. И так далее. Потому что не может быть, это несправедливо, чтобы не могут быть дети... Первого и второго сорта. Совершенно верно. И правильно вы говорите, не могут дети белые или черные с карими глазами или белыми глазами. Не знаю, какими тут, так сказать, по каким признакам они определяют, потому что это несправедливо. Это аукнется рано или поздно. Бог ведь смотрит сверху. Так, ну а все-таки, если возвращаться к вопросу о том, должны ли мы решать кадровую проблему в дошкольных образовательных учреждениях, вот такие вопросы... Если приземлиться к конкретной ситуации, я совершенно понимаю и подписывался, так сказать, и писал за эту женщину, заведующую, которая принимала такие решения. Ирина Ведерникова. Да, ее ответственность. Садик ее ответственность. Если в садике нет медика, завтра ребенок по какой-то причине упал, значит, и что-то с ним, кто будет первую помощь оказывать? Кто будет квалифицированно, так сказать, помогать этому? А если с ребенком что-то случится, кто будет отвечать? В суде. Заведующая. В суде и за решеткой, еще где-то. Кто будет? Это, конечно, заведующая. Ну, мало там за решеткой. Ладно, это не самое главное. А самое главное, что с ребенком что-то случится, и мы вовремя не сможем оказать ему помощь. Или не вовремя прибрали в этом же садике. Кто заразится? Так твои же и дети, уважаемые льготники, заразятся в результате, так сказать, этой несправедливости, которая сегодня существует. Никакая запись в трудовой книжке... Абсолютно. Не спасет ни от травм, ни от вирусов. И, понятно, это ее ответственность, это зона ее ответственности. И в связи с тем, что городская администрация во главе с Шульгиной, Скопусовой, не приняли соответствующие меры, соответствующие в рамках своих полномочий меры, чтобы кадром был укомплектован детский сад. Ну, Лариса Анатольевна, как я вчера поняла из ее цитаты в выступлении на заседании комиссии Городома по соцвопросам, не против как раз того, чтобы вот эта мера... Подождите, подождите. ... некому устройству детей сотрудников работала. Я не люблю, когда чиновники постфактум чего-то не против. Я люблю, когда чиновники проактивны. Пусть сами. Когда они видят, да. Когда они видят, что, вот смотрите, есть такая проблема, есть такая возможность. Они сами должны выходить с такими предложениями, рожденными в их головах и изложенными на их бумаге в соответствующие органы, принимающие соответствующие решения. Понимаете? А так, когда ситуация произошла, а я, знаете, я такой хороший, я не против. Я не люблю, когда чиновники так делают. Слушайте, вот у меня вообще стойкое ощущение, что все, начиная от работников детских садов и заведующих детскими садами, заканчивая депутатами Государственной Думы, как-то проворонили вот этот факт, что с 17-го года, ну вот у нас, говорят, на территории региона, с 17-го года прокуратура протестовала и не работает. Вот это вот мера. То есть заведующая, когда принимала такое решение, она, может, даже не знала, что это каким-то образом может сказаться, что это незаконно, там еще что-то. То есть она всегда работала, она с советских времен работала, эта история, когда детей устраивали. А вообще лучший вариант закрепить за детьми вот эту сумму денег, закрыть все, значит, бюджетные детские сады потихонечку. И открыть частные. И организовать потихонечку частные и следить за тем, как там за детьми. Деньги есть? Есть. У каждого ребенка должны быть эти деньги, и когда они есть, будет прекрасное предложение. Сегодня, пожалуйста, у вас... Слушайте, вы прямо как по сертификату. Вот мамы, которые выбирают себе роддом, куда они пойдут. У вас же прямо тут Светлана Бокова, по-моему, на эхе выступала, Валерьевна. Прекрасные детские сады. Прекрасные. Дети любые. Вот иногда жалуются там, вот этот там непоседа, этот там такой-сякой. У нее все дети становятся... Ко всем подход находят. Абсолютно. То есть, ко всем детям находят воспитатели подходят. Ну, потому что бизнес заинтересован в том, чтобы как можно больше было, ну, не хочется говорить слово клиенты, применительно к детям и детским садам. Да, как можно больше было потребителей их услуг, тех, кто к ним приходит. И это особенный бизнес. И хочу сказать, что вот этот бизнес, который вот такие люди ведут, они заинтересованы, чтобы у них были специалисты, умеющие находить подход к детям. Интересная история, слушайте. Ну, вот не знаю, насколько быстро она воплотимая. Азиз Агаев в нашей студии, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ». У нас сейчас небольшой перерыв. Через полминуты вернемся. Особое мнение Азиз Агаева продолжается. Мы тут в перерыве еще темы с детскими садами продолжаем обсуждать. Поэтому, наверное, Азиз Альич еще выскажется по этому поводу. Я говорю, хорошая идея. Вот то, что вы предлагаете. Давайте садики, ну, как хорошие там, обсуждаемые. Давайте муниципальные садики потихонечку делать частными, потому что бизнес несет ответственность за то, что он делает. И из бюджета закреплять. Это наши дети. Мы тратим на это деньги. Не тратить деньги на муниципальные садики. Муниципальные садики перевести в другой статус. К каждому ребенку по сертификату. С этим сертификатом он идет в частный садик. И частный садик получает из бюджета эти же самые деньги. Пожалуйста. То есть нам даже новые здания не надо строить. Надо просто старт. Эти здания, помещения найдет частник. Не мешайте им работать. У нас тут хорошая история с частником, с нашей школой. Вы слышали, наверное, эту историю. Когда частную школу, работающую по вольдорфской системе, выселяют из занимаемых помещений, чтобы открыть садик на 120 мест. И, как я понимаю, читаться перед Москвой, что вот у нас проблема решается. Это тоже неправильно. Это тоже неправильно. И я думаю, что этому должны, в конце концов, давать оценку депутаты городской думы. Но, учитывая, что большинство там из Единой России, скорее всего, такая оценка дана не будет. Печально. Ну, я ситуацию, я должна сказать нашим слушателям с нашей школой, мы не бросаем. Вчера Анталия Осипова обещала каким-то образом помочь тоже родителям, может быть, письмо куда-то написать. Еще что-то у нас на следующей неделе ожидается, что состоится эфир. Мы так немножечко следим за изменениями, которые происходят. Ну, переходим к экономическим, наверное, темам. Я бы хотела попросить вас прокомментировать несколько пунктов. В интервью Сергея Мартынова, председателя арбитражного суда Кировской области, опубликованное интервью на сайте и в газете «Бизнес-новости». Видели, видели. Видели, видели. Вот там у меня две такие темы меня зацепили. Первая связанная с налогами, вторая связанная с банкротствием, причем больше даже с банкротствием физических лиц. Смотрите, по налогам журналист, наш коллега спрашивает Сергея Мартынова, верно ли у него представление складывается о том, что участилось количество дел в арбитражном суде, в разы участилось с участием налоговой? Нет. Это не так? Нет. Были приняты в предыдущие годы ряд законодательных актов, которые уменьшили поток дел. То есть, ну, стало многоступенчатое, так сказать, процесс защиты интересов налогового плательщика. И изменилась практика арбитражная, и те, кто с ней знакомятся, очень часто потом, глядя на возникающую ситуацию, не идут в арбитражные суды уже защищаться. И изменилась тактика работы налоговых органов, то есть в том числе с тем, что уменьшилось количество проверок налогоплательщиков, в том числе, что сейчас налоговые органы все реже выходят на, скажем так, на необоснованные проверки. Это мы о проверках говорим. Да, да, да. А проверки в конечном итоге выливаются на споры с налоговыми органами. Но, тем не менее, целый ряд недостатков еще осталось. Но хочу сказать, что, вот, кто еще не знает, что сегодня Верховный суд, выходят такие постановления Верховного суда, в котором он ставит на место уже налоговые органы. А за что? За служебное рвение. То есть, когда они якобы... Я правильно понимаю, перед налоговой стоит задача собрать как можно больше? Да. Причем во всех регионах России, потому что денег нет, а вы держитесь. Да, хотя я считаю, что перед налоговым должна стоять задача следить за соблюдением налогового законодательства. А у нас Мишустин, например, президенту докладывает, когда докладывает, вот я собрал на столько процентов больше, независимо от того, выросла экономика, не выросла экономика. Закроется это предприятие, не закроется через два месяца. Да, он так докладывает, вот мы так-то сделали, так-то. То есть, я считаю, что налоговая должна следить за соблюдением налогового законодательства. То есть правильно ли люди применяют, бизнесмены, небизнесмены, все налогоплательщики, мы все налогоплательщики, правильно ли применяют налогоплательщики налоговое законодательство. Слушайте, это настолько тёмный лес, мне кажется, а уж для посторонних людей точно, даже для предпринимателей, наверное, такой тёмный лес. Может и для налоговой тоже? Ну, нельзя так сказать. Потому что понятно сейчас, как налоговые органы считают практически всех налогоплательщиков, бизнесменов, скажем, уклонистами, так или иначе, так и налогоплательщики считают, представители налоговых органов, тех, кто занимается только тем, что стрижёт купоны и постараются максимально состричь. А правда где-то посередине? А правда где-то посередине. Ну, чуть туда, чуть сюда, но она как бы где-то посередине. При этом никто не отрицает, что есть среди и тех, и других, как тёмные личности, так и светлые, так сказать, в этом смысле. Азиз Ильич, я вот просто хотела вас попросить прокомментировать. Я вчера на сайте арбитражного суда нашла один интересный документ. Компании «Вятка Газстрой». Два было решения, апелляционная потом касация была, по-моему, в Нижнем Новгороде. Да, ну, три решения. На первой инстанции, да. Это то, о чём вы говорите, служебное рвение. Да. Когда попытались компании взыскать какую-то дополнительную сумму, якобы недоимок. Совершенно верно. При этом всем было ясно, в том числе и налоговые, представители налоговых органов, что этих денег, которые налоговые органы пытаются взыскать, у налогоплательщика нет и не было. Он не зарабатывал эти деньги, чтобы вот налоги в такой сумме заплатить. И самое интересное, это вот как раз тёмная сторона как бы работы налоговых органов. Самое интересное, что и в этом решении есть. Кому интересно, значит, вот можно номер решения как бы сказать. Люди могут посмотреть. Номер решения первого или второго, который был в апелляции. Прямо вот дело, по-моему, в том числе. А дело номер А28-8096 дробь 2017. Да. И вот в этом решении, прямо чёрным по белому написано, и есть экспертное заключение в деле, так как ссылка на него идёт, что представитель налогового органа подделывал бумаги для того, чтобы привлечь налогоплательщика к ответственности. И самое странное, что со стороны правоохранительных органов такой факт не нашёл, значит, отражения. Подделывал бумаги? Какие бумаги? Это решение, по-моему, о сроках проверки, да? Решение о сроках проверки, потом какие-то акты предпроверочного анализа, там ещё чего-то, там даже разным шрифтом, разные подписи путём наложения бумаги на бумагу, там и так далее, и так далее. Это эксперты установили. И суд согласился. Ну, суд эти доказательства все включил в решение. Вот, смотрите, вот есть такие доказательства, которые, значит, представлены. В итоге, несмотря на всё это, вот надо было Мартынову такой вопрос задавать, несмотря на всё это, судья по первой инстанции посчитал все эти нарушения несущественными. И решение вынес не в пользу компании. И только в апелляционной инстанции, насколько я понимаю, как мне очевидцы рассказывали, возмущённый, так сказать, судебный состав, значит, отменил решение первой инстанции. А потом налоговая пошла протестовывать. А потом налоговая, не стыдясь того, что наша налоговая, к сожалению, не стыдясь того, что... Ну, они за наши льготы бьются ведь, вот, за бюджетные деньги, чтобы как можно больше собрать, может быть, и чтобы как можно больше для нас чего-то хорошего сделать, ази солить. Аня, вот это вот лукавство, понимаете, вот нельзя... Я поняла, надо соблюдать закон. Нельзя бороться за деньги неправедными. То есть, когда ты забираешь у налогоплательщика последние, якобы для того, чтобы выполнить социальные обязательства того или иного органа, якобы в интересах этого же налогоплательщика... Ну, вы понимаете, это что за конструкция? Ну, странная конструкция, согласен. Ну, хорошо, но завтра, как бы, вот они еще вынесут какое-то постановление. Вот сегодня, там, за мусор, там, завтра еще что-то, там, еще чего-то. И все это в общественных интересах. И все это, все время в общественных интересах. Вот, все обоснули. А потом еще, если все хорошо, скажут, что эта партия Единая Россия сделала. А если все, значит, не так хорошо, скажут, что вот, там, кто-то помешал, там, санкции какие-нибудь помешали, там, или, вот, там, неправильные налогоплательщики не все там доплатили. И все такое. То есть, из этого дела... Возвращались, да, к делу. Да, из этого дела можно сделать несколько выводов. Ну, во-первых, тенденция немножко изменилась. Верховный суд все-таки начал, и, видимо, это уже переходит на следующие инстанции, да, эта идеология. Что Верховный суд теперь просит налоговое законодательство соблюдать, ну, не просит, а требует и устанавливает. Не только налогоплательщиков. Ну, и сборщиков налогов. Но теперь уже и требует соблюдать налоговое законодательство. И это очень важно, потому что до этого, вот, ну, кто знает, специалист, там, целый ряд постановлений Верховного суда уже, есть решение Верховного суда. До, вот, скажем, до середины 18-го года для налогоплательщиков были очень темные, как бы, времена наступали. Потому что налоговые органы шли, ну, на любые ухищрения для того, чтобы доначислить дополнительные, там, налоги. Вот у нас еще есть пару таких дел, с которыми мы на территории Кировской области занимаемся. И, кстати, одно из дел у того же судьи, который, значит, рассматривал дело Вятка-Гастрой. Второе, посмотрим, какое будет принято решение, увидит ли, как бы, судья, обратит ли внимание на те нарушения, которые были допущены уже на руковом органах. Не буду ничего называть, чтобы ни на кого, как будто, да, не давить, да, никто не считал, что это, вот, какое-то там давление в связи с этим. Вот, это первое. И второе, такие люди, ведь это дело конкретного человека и дело конкретного начальника, в данном случае начальника городской инспекции, да, мы знаем, Кабакова, Ольгова, значит, Васильевна, по-моему, что и начальник такие решения утверждает, несмотря на то, что начальнику во время, там, рассмотрения материалов дела, люди ведь докладывают во время рассмотрения материалов дела, что, слушайте, так нельзя, вот тут нарушено, тут нарушено, тут нарушено. И начальник подписывает такие решения, утверждает. То есть, с моей точки зрения, такие решения, основания для принятия оргвыводов. Ну, Азиз Ильич, видите, мы не можем с вами судить, мы же не знаем, какие задачи стоят перед начальником, может быть, действительно стоят задачи собрать максимум. Что хотите, то и делайте. Я помню, как Васильев говорил. Мы исходим из того, что налоговый орган действует в рамках налогового законодательства. Мы не исходим из того, что налоговый орган действует по понятиям. Если бы мы исходим из того, что налоговый орган действует по понятиям, Васильев сказал щипать куриц, значит, Кабакова пошла щипать куриц. Вот это по понятиям. А надо по закону. А надо по закону. Вот как, значит, ну, пару раз, не в том смысле, что мне, как бы, Чурина хочется хвалить там, да, а пару раз там Чурин, выступая здесь же, говорил, что в рамках налогового законодательства мы должны поддерживать там тех-то, тех-то, тех-то налогоплательщиков, инвесторов там и так далее, и так далее. Вот это правильный подход. Ну, потому что курицу нельзя щипать бесконечно, как-то надо вот сделать так, чтобы она еще и яйца. Абсолютно верно. Азиз Агаев в нашей студии. Мы сейчас делаем небольшой перерыв, у нас реклама впереди. И еще несколько тем, которые мы должны успеть обсудить, Азиз Альич. Постараемся. Азиз Агаев в нашей студии, руководитель аудиторской консультационной компании «Бизнес-инфорум». Мы продолжаем программу «Особое мнение». Три темы Азиза Альич у нас впереди. Тоже интервью Сергея Мартынову, председателя арбитражного суда Кировской области. Обращаюсь к нему в «Бизнес-новостях». Есть фрагмент по ситуации с банкротствами. Рост на 17%, он говорит, половина заявлений – это банкротство физически. По его словам, главное зло – это потребительские кредиты и микрозаймы. Соответственно, макродолги, потому что проценты огромные. Вот поясните, пожалуйста, людям в экономике не очень сведущим. Им вообще, мне кажется, не очень понятно, как механизм банкротства физических лиц работает. Почему-то люди считают, что они могут пойти набрать кредитов, потом подать заявление на банкротство, и тебя признают банкротом, никакие долги ты отдавать не должен, и все прекрасно. Это так? Ну, практически там так. Ага. Вот, но, во-первых, потому что там достаточно какой-то… Я сейчас точно не знаю, но там просто надо законодательный акт смотреть. Там какой-то длительный период, ты остаешься под наблюдением. Появится у тебя или не появится там имущество. Так. То могут люди и начинать взыскать. А потом люди могут участвовать, а могут не участвовать в твоей процедуре банкротства. И тогда ты тоже вроде как останешься там в должном, если сроки давности в связи с этим не пройдут. То есть там есть целый ряд ограничений. Но Мартынов правильно говорит, что это последствия того, что… Расплодилось количество вот этих актдор, да? Это последствия того, что у людей денег нет. Ну, понятно. За кредитами те, у кого деньги есть, у людей денег нет. Уже последние 10 лет… То есть это не потому, что люди просто хотят пойти там набрать кредитов и после этого… И шиковать. Да, шиковать. А потом, значит, пойти на процедуру банкротства и не отдавать. Это потому, что последние 10 лет в нашей стране доходы людей падают. Падают каждый год. При том, что там цены растут и так далее. Доходы людей падают. И люди уже не способны… Ну, я вот, например, был свидетелем встречи, когда одна из пожилых женщин брала кредит, когда, значит, сильно заболел близкий человек у нее. И денег на лечение не было. Хотя у нас ведь констатируется, так сказать, бесплатная медицина и все такое. И нужна была сложная дорогостоящая операция, значит, на которой денег не было. И человек просто взял, как бы, и сумма, как бы, по определенным меркам не очень, там, большая, по-моему, 120 тысяч там она брала. И, как она рассказывала, сегодня она уже должна больше, чем 120 тысяч, несмотря на то, что… То есть, это микрозаймы какая-то контора, это не банк. Да, несмотря на то, что… Банки не дают пенсионерам А на лечение, там, близкого человека, 2, Б, у нас банки дадут на шик. Вот если ты в ресторан пойдешь, тебе, так сказать, банк даст денег. Значит, ты еще… На отдых, на отдых, на Мальдиве. Вы знаете, по моим наблюдениям, как раз вот люди, которые берут кредиты в безвыходных ситуациях, они их до последнего стараются отдавать. Так вот, и она отдавала каждый месяц, а у нее увеличивалось, понимаете? То есть, она отдавала каждый месяц, но так как не успевала и не зарабатывала столько, сколько надо было там отдавать, и у нее увеличивалась эта сумма в конечном итоге. Вот, то есть, в этой ситуации люди в конечном итоге приходят к выводу, что им нужно как-то выйти, потому что приставы, значит, работают, они работают везде, там, и на дороге, и на почте, и, значит, по сотовой связи, и домой придут, и так далее, и так далее. Понятно, что это уже не жизнь становится у человека, если еще коллекторы к этому добавляются, то это вообще… что это за жизнь, так сказать, да? Вариантов у людей немного остается. Когда заявление принимается и принимается потом последующее решение, вот эти факторы учитываются вообще? Человек способен заработать деньги и погасить долг или не способен? Или эти вещи как-то… Нет, ну, если на банкротство подал, то уже, значит, это означает, что я не способен подать, да, и прошу их там с меня списать. Ну, одно дело списать, другое дело заморозить. Или такая практика не работает? Ну, там частично списываются, частично они, еще раз говорю, то есть там есть по разным платежам, то есть частично снимается, как бы закрывается долг, например, есть субъект, которому важно, чтобы было решение о банкротстве, чтобы можно было списать эту сумму. Ну, понятно. С балансом, например. Как вам кажется, ситуация будет усугубляться или как-то остановится вот этот вот вал? Ну, пока будет усугубляться, потому что эта процедура только-только набирает свою силу. Это вот как объективная причина. И второе будет усугубляться, потому что пока доходы населения не изменили свое направление, так сказать. Продолжает падать. Они продолжают падать, да. И на сегодняшний день экономическая политика правительства такова, что не предполагается улучшение экономической жизни людей. Печально. В таком случае можно ожидать только... Я, честно говоря, не знаю, как тогда бизнес будет работать, тот, который выдает кредиты, потому что если ты работаешь под прессом того, что тебя могут не вернуть какие-то деньги, которые ты кому-то выдал, то в конце концов все закончится там ужесточением условий, повышением процентов. Во многих случаях для вот такого расставщического бизнеса, на который я отношусь исключительно отрицательно, то есть к этому расставщическому бизнесу, во многих случаях они... Про микрозаймы мы сейчас говорим, да? Да, они практически не только возвращают тело, так сказать, отданного займа, как правило, а еще и не одно тело, да. Возвращают и после этого еще и наезжают на... То есть, поэтому... Ужесточать условия их деятельности. Да, я извиняюсь перед собственниками этого бизнеса, но я считаю, что они на самом деле очень грешны. А здесь Агаев в нашей студии, да, я напоминаю нашим слушателям и собственникам бизнеса тоже. Еще две темы у нас и 8 минут. Выручка аэропорта победила, за год значительно снизилась, сообщают наши коллеги. В прошлом году она составила 93 миллиона рублей, тогда как годом ранее 136 миллионов. При этом в 2017 году наблюдался рост доходов на 25%. Интересная история. Резкое падение выручки в 2018 году, то есть в прошлом году, связывают эксперты с чем? Во-первых, ушли саратовские авиалинии. Во-вторых, пришла авиакомпания «Победа». Это хорошо для жителей города Кирова, но плохо, видимо, для аэропорта, потому что у «Победы» скидка на наземное обслуживание судов 80%, и аэропорт на обслуживании «Победы» не зарабатывает. На саратовских авиалиниях зарабатывал. При этом растет пассажиропоток, жители Кирова довольны, потому что получили возможность летать за не очень большие деньги, пусть и на странных иногда условиях, до Москвы и Петербурга, и летом будут летать в Сочи. Получается, что ситуация такая патовая. С одной стороны, либо есть лоукостер, и мы летаем, но аэропорт при этом не зарабатывает, либо нет лоукостера, летают только единицы, а не все, но аэропорт зарабатывает. Социальная вот такая вот история, то есть получается такая черная дыра, как сказал в свое время министр транспорта Поршнев, в которую все время надо будет вкладывать какие-то областные деньги. Ну, выскажу свою точку зрения на это. Значит, мы Победу называем лоукостером, но Победа – это монополист. Еще один монополист на территории Российской Федерации. Почему? Ну, потому что у него есть большие деньги, у Победы… Дочка аэрофлота. Дочка аэрофлота. У Победы новые самолетики, у Победы огромное влияние. И нет конкурентов. И нет конкурентов. Значит, у нас у аэропорта доходы были, потому что были саратовские, были оренбургские. Но все на них жаловались, пассажиров. На саратовские все жаловались, и это действительно как бы… Но в этой ситуации, значит, когда есть монополии, у которой есть деньги, и которые все там… И нет условий для развития конкуренции на территории страны, не может быть у аэропорта, как такового, который не может обеспечить большое количество вылетов с территории аэропорта, чтобы на услугах зарабатывать, не может быть, ну, скажем, сильно выгодного бизнеса. То есть, в данном случае… Это вообще не бизнес пока. В данном случае это не бизнес. В данном случае это просто, ну, скажем, содержание аэропорта, чтобы оно хотя бы на ближайшем качестве оказывало те услуги, которые оказывают там по диспетчеризации, по, значит, там, обслуживанию, там, и так далее, и так далее. Для чего это нужно Кировской области? Я думаю, что это нужно. Просто нужно оценить, значит, вот здесь нужно оценить там затраты и, значит, то, чего мы получаем. Но здесь есть одно существенное, значит, для населения это хорошо, а вот с точки зрения бюджета это не очень понятно. То есть, если мы содержим аэропорт, мы содержим для того, чтобы… Не для того, чтобы губернатор летал туда-сюда, или другие чиновники летали туда-сюда. Ну, если мы содержим его из областного бюджета, надо полагать, чтобы все жители области могли пользоваться, ну, или хотя бы какая-то значительная их часть. И чтобы это определяющее влияние еще оказывало на инвестиционную, так сказать, привлекательность Кировского. Что можно там раз, слетал там, и все такое. Можно открывать бизнес в Кировской области, потому что из Москвы всегда просто добраться. Как показатель, да. Но мы прекрасно знаем, что открыть бизнес еще целый ряд других условий нужно создавать на территории Кировской области. В том числе, там, кадровый потенциал, там, легкое финансирование, там, нахождение каких-то объектов для инвестиционных вложений, там, действия чиновников и госслужащих в отношении бизнеса, и так далее, и так далее. То есть, если все эти условия не будут обеспечены, с точки зрения наличия вылетов из территории Кировской области, инвестиционная привлекательность не будет сильно расти. Ну, на самом деле, с аэропортом ведь вот такая история. То есть, говорится, чтобы увеличить пассажиропоток, надо увеличить, ну, вот, сетку предложений. Вылет и прилеты, да. Сетку предложений. Мы разговаривали, Калининград, возможно, там еще какие-то города России, которые могут использоваться именно как туристические центры. То есть, вот, Петербург, туда же в основном, как туристы летят, да. Не такое большое количество людей летит туда по делам каким-то. Калининград, Баку, Тбилиси. Вот Баку, Тбилиси, тут уже вопрос. Там надо международный терминал. Правильно. Нужен международный терминал. Не можем. Значит, нужно делать пересадочные там. Значит, тогда это должно быть там Минводы, там Грозные, там, условно говоря. А, то есть, те города, откуда стартовать потом. Откуда можно стартовать. Где есть международный выход. Ну, это легко на словах, потому что там надо попадать на стыковочные какие-то рейсы. Там, может быть, тогда почаще в Казань летать, и в Самару, откуда больше гораздо международных вылетов. До Казани, до Самары, я напомню, у нас вылетов нет. Нету. Нету вылетов. По-моему. Нету, нету. Может быть, я ошибаюсь. Тогда можно летать из Казани, и из Самары практически в любую страну. Потому что там есть международные выходы. Да. Азиз Агаев в нашей студии. Азиз Алич, минута остается, вот честно, не успеем подробно разобрать. Альберт Гутнов, руководитель организации, которая сейчас у нас называется Управление дорожной и парковой инфраструктуры, до этого Дирекция дорожного хозяйства ушел со своего поста. Очередной директор Дирекции дорожного хозяйства нас покинул, заваленный нашим снегом. Азиз Алич, место проклятое? Нет. Минута, что случилось? Вариантов два. Первый, человек не справляется, но мы видим, что реально не справляется. Мы по городу видим реально, несмотря на все оправдания Шульгина, мы по городу видим реально не справляется, как бы, что там снега много в этом году, там или чего-то. Народ правильно смеется, так сказать. В Кировской области снег, он был, будет, видимо, еще долго, пока, так сказать, не перевернется земной шар другой стороной, и мы не окажемся на экваторе уже. Это первый вариант. Не справляется. Так. И второй вариант. Стал слишком требовательным к приезжим подрядчикам. Ага. Они пожаловались тем, кто их привел. А кто их привел? Ну, я не присутствовал на переговорах. Откуда у нас подрядчики? Из Татарии. Понятно. Ну, ладно. Да. Азиз Агаев, хорошо сохраним интригу для наших слушателей. Я благодарю нашего гостя, руководителя аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ». На этом особое мнение заканчивается, потому что время, к сожалению, наше истекло. Всем до свидания. До свидания. Продолжение следует.